Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Юрий Пузыревский и в этом видео мы поговорим о том, как применять, точнее начнем говорить о том, как применять техника NLP для того, чтобы держать себя в нужном весе или по-другому сказать, для похудения. Что нужно? Друзья, все прекрасно знают, для того, чтобы быть в нужном нам весе, нужно меньше кушать и больше двигаться. И в принципе это хорошо, что мы это знаем, но знание этого, как правило, нам не помогает. Ведь, допустим, каждый курильщик знает, что курение убивает, но все равно курит, то есть это знание ничего не дает. А все почему? Все потому, что у нас есть кое-какие мыслительные процессы, которые часто проходят мимо нас и заставляют нас переедать. Так вот, друзья, небольшая теоретическая вводная часть по этой теме. У нас есть, условно говоря, три мозга. Первое, это мозг рептильный, который отвечает за инстинкты, да, инстинкты размножения, самосохранения. Именно благодаря рептильному мозгу, если мы дотрагиваемся до чего-то горячего, наша рука отдергивается, да, то есть он работает прям молниеносно, очень быстро и он отвечает за инстинкты. Следующий мозг, это лимбический мозг, либо лимбическая система. Он отвечает за наши эмоции, за то, чтобы мы себя чувствовали хорошо. Он нас защищает от негативных переживаний. Он тоже работает очень быстро, практически молниеносно, чуть-чуть медленнее, чем рептильный мозг, но работает достаточно быстро. И тоже нас защищает от негативных переживаний уже, да, если рептильный мозг за выживание, то лимбический мозг за удовольствие. И третий мозг, это неокортекс, это уже большая новая кора, так называемая, это большая часть мозга, которая отвечает за логические схемы, за логическое мышление, за образы и так далее и тому подобное. В чем здесь подвох? Почему у нас не получается бросить есть вредную еду? Все дело в том, что, как правило, вредная еда это какая еда? Это какие-то вкусняшки, сладости, шоколадки, печеньки, конфетки, тортики, пироженки и так далее. Это то, от чего, ну, среднестатистически мы набираем вес. Почему я вообще начал запись этого видео? Потому что, во-первых, очень часто в последнее время ко мне обращаются люди с таким запросом. И более того, я имею свой собственный опыт сброса 15 килограмм. Я весил 91 килограмм и сбросил вес до 76. Сейчас я удерживаю свой вес порядка 80 килограмм и меня это вполне устраивает. Так вот, для того, чтобы бросить есть неполезную еду, можно использовать техники НЛП. И так как вы уже знаете, что есть рептильный мозг, есть лимбический мозг, есть неокортекс, так вот, как раз таки переедать нас заставляет наш лимбический мозг, который отвечает за эмоции. И как это обычно происходит? Обычно это происходит так. Когда вы испытываете какое-то негативное переживание, вас кто-то расстроил, наступил кто-то на ногу, или вы сами себе воспроизвели какое-то негативное переживание, вы испытываете неприятные эмоции, и ваш лимбический мозг, он уже знает, что вы получите удовольствие, допустим, от печеньки. И вы сами того не осознавая, идете, начинаете кушать эту печеньку, вы ее кушаете, и уже когда вы почти доели печеньку, включается ваш неокортекс, новый мозг, умный мозг. И он вам говорит, блин, да ты же теперь будешь еще полнее. И почему так происходит? Потому что лимбический мозг, он работает быстрее. Именно лимбический мозг заставляет нас ночью открывать холодильник, именно лимбический мозг заставляет нас незаметно для нас самих поедать сладости. А потом уже рептильный мозг включается и начинает анализировать, что вот, скорее всего, это было зря и не нужно нам. Вот когда вы знаете уже эту схему, дальше можно идти и постараться с помощью техник НЛП лимбический мозг наш перехитрить. Я в этом видео хочу рассмотреть именно процесс поедания. Поедание невкусной еды. Точнее, не невкусной, очень вкусной, но неполезной еды, в которой много калорий, которые откладываются у вас в боках и не только. Смотрите, друзья, у каждого из нас, если хорошенько проанализировать, есть 3, может быть 4 или 5 продуктов, которые заставляют нас набирать лишнюю массу. Для меня это сладости. Я очень люблю шоколадки и я очень люблю печеньки. Поэтому давайте отталкиваться. Будем рассматривать на примере печенек. Что это значит? Когда я испытываю какое-то переживание, в этот момент, если мне попадается печенька на глаза, то я ее съедаю и вроде как временно мне становится хорошо. Но когда я дожевываю печеньку, мой умный мозг говорит, блин, зачем тебе это надо было? Когда я уже получил удовольствие, лимбический мозг успокоился, включается мозг неокортекс и я начинаю уже осознавать, вот блин, зачем я это сделал. И вот я вам сейчас в этом видео продемонстрирую, как с помощью техники взмах можно перехитрить лимбический мозг таким образом, чтобы вы не поедали лишнего. Выберите на эту технику какой-то один продукт. Я вас уверяю, что скорее всего у вас есть 3-4, может быть максимум 5 продуктов, которые вы очень любите и которые вам приносят вот это удовольствие. Чаще всего это какие-то сладости. Хотя бывают и не сладости, например чипсы. Или пиво. Если говорить про мужчин, у девушек, как правило, это какие-то вкусные-вкусные сладости. Так вот, друзья. Для того, чтобы сделать эту работу, мы сейчас будем, что делать? Мы сейчас будем отучать себя от какой-то одной конкретной сладости. Выберите сейчас во время просмотра этого видео какую-то одну сладость. Я, допустим, выберу для себя печеньку. То есть, смотрите, есть так называемые триггеры, так называемые якоря, которые существуют у нас в сознании. Они, как правило, существуют в виде образов, звуков и ощущений. Если говорить про еду, то чаще всего это какой-то визуал, какая-то картинка и какое-то вкусовое ощущение. И когда вы испытываете стресс, какое-то неприятное переживание, у вас может включиться в голове образ печеньки и ощущение вкуса этой печеньки. К примеру, да, или когда вы заходите в какой-нибудь магазин, если вы не очень в ресурсном состоянии, чувствуете запах булочек, вы автоматом уже идете и покупаете какую-то себе сладость. Вот в этой технике сейчас нам стоит выбрать какой-то один продукт питания. Один продукт питания, пускай на моем примере это будет печенька, от которого мы будем себя отучать. Выберите для себя самый такой продукт питания, который вы чаще всего употребляете и от которого вы полнеете. Ну, допустим, вы уже определились и я определился, что это будет печенька. Смотрите, есть временной отрезок, если изобразить поедание печеньки, как некий фильм. Когда я хочу печеньку, я сначала представил образ этой печеньки, потом я понимаю, где она лежит. Допустим, у меня на кухне она лежит, я иду на кухню, я вижу эту печеньку, я беру ее рукой и начинаю подносить ко рту. И вам нужно найти такой визуальный образ, после которого вас уже не остановить. Я это называю так. В технике взмах это называется триггер. В моем случае это будет вид той печеньки, которую я подношу ко рту. Я запечатляю у себя в голове эту картинку. Также эта картинка может сопровождаться какими-то запахами, может быть даже каким-то вкусом. Но вот когда я вижу картинку овсяного, такого вкусного печенья свежего, все, у меня уже включается процесс, когда меня не остановить. То же самое у вас в конкретном вашем случае с вашим продуктом может быть то же самое. Что происходит дальше? Вот когда я уже начал подносить печеньку ко рту, у меня уже лимбическая система таким образом работает, что меня не остановите. Я их могу съесть очень много. А потом, когда я уже прихожу в сознание, и вы, наверное, тоже замечаете, что вы тоже можете потом прийти в сознание, и уже наш умный мозг, точнее мой умный мозг, начинает мне говорить. Ё-моё, что ж ты наделал? Ты ж теперь наберешь лишних килограмм. Нужно сейчас именно найти тот триггер, когда уже ваш умный мозг отключается. Как правило, это когда вы держите продукт в руке. Но иногда бывает, когда вы видите этот продукт на прилавке. Ну, допустим, вы проходите мимо полки с печеньем, и видите, как ваша рука уже тянется к печенью. И это уже запускает бессознательный такой процесс, который тяжело остановить. Ведь если вы уже купили пачку печенья, то, скорее всего, с большой долей вероятности, вы уже ее съедите. Можно брать за триггер этот момент. Но я вам рекомендую, когда непосредственно вы подносите. Это уже из практики. Вам, то есть, нужно запечатлеть, сфотографировать у себя внутри, или воспроизвести вот этот момент, когда вы держите открытую шоколадку, развернутую печеньку перед своим лицом. И прямо сделаем такой стоп-кадр и зафиксируем. Это будет у нас триггер. Картинка триггера. Условно говоря, я здесь нарисую вот такую мою руку и печеньку. Это печенька. Дальше. Для того, чтобы сделать технику взмах, вам нужно, когда вы сделали вот эту фотографию, вам нужно с этой фотографией немножко поиграть у себя в воображении. Что значит поиграть у себя в воображении? Нужно поработать с ее качествами. Когда вы видите свою картинку, я в данном случае вижу свою руку и печеньку, фон не так важен, вам нужно мысленно ее поприближать, поудалять, делать более четкой, сочной, красочной или размытой и черно-белой. И обратить внимание на то, в каких качествах вам ее хочется съесть сильнее. Вот допустим, в моем случае, когда я мысленно приближаю печеньку и делаю ее такую вот прям сфокусированную на печеньке красочную картинку, мне ее сильнее хочется съесть. Если мне еще мысленно усилить запах этой картинки, то мне ее хочется съесть еще сильнее. У вас могут быть какие-то другие качества, но тем не менее, в большинства людей это работает как приближение, усиление запаха, добавление яркости картинки. Но может быть наоборот, но скорее всего у вас будет точно так же. Дальше. Когда я поиграл с этим, я понял, что когда у меня картинка более приближенная и более яркая, я понимаю, что мне ее хочется съесть сильнее. Отлично. На этом мы картинку триггера оставляем, ставим ее на паузу. Что мы делаем дальше? Дальше нам нужно создать позитивный образ себя. Мы тоже работаем здесь с визуальной картинкой. Я напишу позитивный образ. Что это значит? Вам нужно увидеть себя со стороны. Обязательно видеть себя со стороны. Вот я такой волосатым себя представлю. И вам нужно сделать этот образ себя максимально привлекательным. То есть, чтобы он вам прям очень нравился. Чтобы вам хотелось поскорее стать этим человеком. И я себя представляю стоя. Я себя представляю таким стройным. У меня нет живота. В белой кофте. Такой обтягивающей, красивой. Отлично. Я создал этот образ. Фон на самом деле не очень важен. И с позитивным образом вам тоже нужно поиграться. Вам нужно его поприближать, поудалять. И посмотреть, при каких качествах картинки вам хочется скорее в этот образ окунуться. Скорее хочется стать таким человеком. В моем случае, когда я немножко приближаю эту картинку, но вижу себя в полный рост. И делаю ее максимально яркой, качественной, цветной. В вашем случае это будут какие-то другие истории. Скорее всего, вы там увидите себя, если вы женщина, в вашем платье, которое на вас очень хорошо обтягивающе сидит. То есть, вам нужно создать такой образ, который прям будет вас притягивать. Прям будет очень сильно вас привлекать к самому себе. Но видеть нужно себя со стороны. И когда вы создали этот образ, немножко поиграли с картинкой и поразукрашивали его, там могут быть звуки какие-то. Если вас звуки привлекают, то добавьте туда сильнее звуков. Там могут быть какие-то ощущения. То есть, вам от этой картинки может идти тепло, может запахи какие-то, свежие духи и так далее и тому подобное. То есть, создайте такой образ, глядя на который вам бы прям вот хотелось в моменте стать этим человеком. И когда, и запечатлите его на своем внутреннем экране. И когда вы запечатлили, то есть, создали два визуальных образа себя, в котором еще присутствуют другие качества, запахи, вкусы. Но те, которые вас привлекают. Мы переходим уже к самой непосредственно технике взмах. Что это значит? Как делать взмах? Смотрите, вам нужно сесть, расслабиться и поиграть с этими двумя образами. Поверьте мне, буквально за 10 минут вы можете проделать эту технику вполне себе легко. Если представить, что это вы сидите, вот спинка стула, вот, условно говоря, нос. Если смотреть, это вид сверху. Если смотреть на то, что нужно делать, делать вы будете у себя в голове. Вам нужно сначала на весь свой внутренний экран развернуть картинку с триггером. В моем случае это будет, ну, представьте, что вот я вот так на нее смотрю, да, она поворачивается. И вот я вижу перед собой сейчас картинку, где моя рука очень близко, очень четко, с печенькой такой овсяной, от которой идет приятный запах. И нужно у себя на внутреннем экране эту картинку запечатлить. Дальше вам нужно представить позитивный образ себя, у себя внутри, на своем внутреннем экране. Я его как раз специально сделаю красным, чтобы он закрывал картинку триггера. То есть, вот я сейчас мысленно представляю, что у меня есть печенька, и сейчас я мысленно разворачиваю на весь свой внутренний экран позитивный образ себя, что он полностью закрывает картину моего триггера. Вот прям я сейчас вижу это. Окей. Когда я это вижу, моя задача сейчас картинку с моим позитивным образом у себя в уме так свернуть и поместить в правый верхний угол. Если говорить, условно говоря, что это ваш экран, то его нужно, то нужно свернуть ее до маленькой точки и поместить в правый верхний угол. Почему так? Ну, не буду объяснять, потому что визуальное конструирование находится здесь. И когда вы помещаете, можно делать с закрытыми глазами, когда вы помещаете у себя внутри, на внутреннем экране эту картинку, свернутую в черную точку, в правый верхний угол, вам нужно будет делать взмах. Взмах обычно делается в сопровождении звука ШУК. Такой вот звук ШУК. Когда я буду делать звук ШУК, или когда вы будете сами себе делать звук ШУК, можно сопровождать это движением руки, таким или таким. Я буду делать вот таким. ШУК. Нужно разворачивать вот этот позитивный образ. То есть, условно говоря, вы сейчас видите только картинку с триггером. То есть, вот этого вы сейчас не видите. А оно существует на вашем внутреннем экране некой точкой. Когда вы делаете ШУК, вам нужно ее быстро развернуть на весь экран, чтобы она полностью закрыла вот эту вот картинку с триггером. И когда вы будете это мысленно делать, когда вы будете видеть свой внутренний образ, вам нужно... Когда вы будете видеть свой образ позитивный, вам нужно... Когда он развернется так... Фух... Вау... Удивиться немножко. Да, включайте вот сюда эмоции, такое удивление. Оп. Так, я вижу образ. Дальше, следующий этап. Вы опять сворачиваете, опять в черную точку, опять в верхний угол. И опять представляете картинку триггера. Картинку триггера в моем случае это печенька. Я представляю свою печеньку и понимаю, что она уже немножко может быть где-то видоизменяется. И это нормально в процессе этой техники, но она у меня на весь экран. Сейчас я опять представляю точку, представляю точку на своем внутреннем экране в правом верхнем углу, черную. Делаю взмах, шух! И у меня разворачивается мой позитивный образ. Я его сейчас вижу. Вы прям можете параллельно со мной делать эту технику. Я вижу этот образ. Окей, удивился. Теперь я опять мысленно его сворачиваю в точку. За ним вижу картинку с триггером, но она уже не такая четкая, она уже не такая ясная. И я опять сейчас, когда вижу, я ее описал. Я вижу, что она не такая четкая, не такая яркая. Она уже какая-то более блеклая становится. Может быть даже где-то черно-белая немножко. Ну такая уже тусклая достаточно. Дальше у вас опять в черной точке. И таких повторений, таких взмахов, шух! Разворачивание сделаете 6-7. И уже после 3-4 у вас начнет эта картинка с триггером. Она либо исчезает полностью, либо она становится какой-то совсем незначимой. Она будет становиться более тусклой, более размытой и более такой расфокусированной. Вот такая история. То есть сейчас я как бы проработал, и вы вместе со мной проработали на уровне визуальных образов триггер, который запускает у вас вот это вот бессознательное поведение. Дальше. Чтобы проверить, насколько сработала техника, вам нужно сделать экологическую проверку. Что это значит? Вам нужно сейчас представить о том, как вы проходите мимо вашей печеньки. И посмотреть, что будет. Я вот, например, сейчас представляю печеньку, и она у меня уже не вызывает какого-то жесткого, дикого желания просто пойти и съесть много-много печенья. Вот прямо сейчас представляю и в магазине представляю, и представляю и на кухне. В принципе, уже большого желания нет. Эта техника мне действительно очень сильно помогала, когда я нашел несколько продуктов, которые я переедаю. Это было печенье, это было мороженое, это была сгущенка. На каждый продукт нужно сделать взмах. То есть, находим какой-то триггер с продуктом, ложка со сгущенкой, потом делаем позитивный образ себя, который вас прям манит и влечет. И делаем вот такую подмену с помощью техники взмах. Когда вы это проделаете, вы себя отучите от двух-трех продуктов, и у вас уже начнется существенный сброс веса. Это уже проверено на многих моих клиентах, на мне в том числе. И я сейчас готовлю курс по похудению с помощью НЛП. Именно, ну, во-первых, у меня есть потенциальный заказ. Я делаю для Никиты Данько, чтобы в его программе была методика похудения. То есть, еще кроме его планов питания и физических тренировок, чтобы еще была какая-то психологическая работа. Точно так же вы можете самостоятельно отработать несколько каких-то особо сильных продуктов, которые вам действительно добавляют лишний вес. Дальше, друзья, это мы поработали только с продуктами питания. И с помощью техники взмах, если вы можете визуализировать, а визуализировать могут все, вы действительно можете существенно уменьшить. Что еще важно? Еще важно, когда вы будете действительно в реальности проходить мимо тех продуктов, которые у вас вызывают вот этот вот рефлекс, когда вы просто их берете и вас уже не остановить. Вы просто в этот момент еще сознательно перед своими глазами вспоминайте позитивный образ себя. Это будет вас останавливать от этого. Ну, скорее всего, если вы проделали технику взмах, этот образ будет у вас уже автоматически появляться, но если он автоматически не появляется, то, пожалуйста, его автоматически, ну, не автоматически, просто потренируйтесь его воспроизводить. И тогда у вас будет такая подмена, ваша лимбическая система будет получать удовольствие большее в тот момент, когда вы будете представлять свой позитивный образ. Вот такая техника. Друзья, напишите в комментарии, получилось или не получилось. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. И если вам тема техник для похудения с помощью NLP интересна, я буду снимать еще видео, потому что понимаю, что сейчас на самом деле многие люди в силу того, что сейчас карантин, многие люди стали набирать. И, ну, просто участились запросы, поэтому я даю такие инструменты, с помощью которых можно самого себя вытягивать из этой обжирательной кабалы. Большое спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока.